Здравствуйте, с вами Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Является ли та промывка мозгов, которая происходит сейчас в Америке, равноценной тому, что происходило в гитлеровской Германии? Существует ли сверхъестественное измерение? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Моя гостья, доктор Дженнифер Кларк, богослов, доктор и автор дюжины книг. Доктор Кларк, ваша книга называется «Сатана-социалист». Почему вы говорите, что «Сатана-социалист»? Подобные слова разжигают споры, не так ли? Иисус говорил нам, что делает враг и кто он. Иисус сказал, что он вор и приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Обращаясь к фарисеям, он также сказал, что Сатана был убийцей от начала. Социализм и коммунизм имеют лишь вид прекрасной утопии, но люди, которые попадают в их жернова, они просто погибают. На самом деле это правда, это реальность, которая может шокировать. Поделитесь с нами самыми яркими примерами. Хорошо. Между 1900 и 1999 коммунисты убили 161 миллион невинных мужчин, женщин и детей по всему миру. Их тел хватит на то, чтобы обхватить Землю четыре раза. Что является причиной? Я понимаю, что это дьявол, конечно. Но что является катализатором, который приводит к тому, что утопическое общество превращается в общество убийц? Во-первых, они планируют все заранее. Правда? Конечно. Им нужно нечто ужасное, чтобы потрясти людей до основания, чтобы насадить социализм и коммунизм. Почему так много людей бежали с Кубы после коммунистической революции? Почему на границе Северной Кореи стоят патрули? Чтобы никто не покинул страну. Человеческий дух привлекает свобода. Многие приезжают в Америку в поисках свободы, шанса. Но те ужасные вещи, которые совершались при коммунизме, нельзя назвать иначе, как от дьявола. За всем этим стоял дух убийства. После смерти Мао Цзэдуна к власти пришел Дэн Сяопин. Они уничтожали людей. Ты можешь представить себе неэффективную бюрократию, которая управляла экономикой. Только представь себе, что было бы здесь, в Америке, если бы продуктовыми магазинами управляли так же, как автотранспортным управлением МРЭО. Нам бы приходилось стоять в огромных очередях. А когда наступала наша очередь, оказывалось, что у них нет нужного нам продукта. Им не хватало бы каких-то вещей, они даже могли бы выдавать еду по карточкам. Но Дэн хотел страну, которая, казалось бы, процветающей. Он хотел, чтобы Китай занял лидирующее место в мире. Так они начали принимать капиталистические практики. И сейчас мы видим, что Китай стал серьезной экономической силой, но дух убийств не покинул их до сих пор. Вы видели название этой книги? «Сатана-социалист». Но у меня есть вопрос к тебе. По телевизору мы видим милых людей, политиков. Во всяком случае, они кажутся нам милыми. Бернис Андерс, ну и другие. Они выступают за демократический социализм. Это что, плохо? Все закончится так? Мы должны посмотреть на дух, который стоит за всем этим. У Гитлера была демократическая социалистическая страна, как мы помним. Это похоже на Гитлера. Да, демократический социализм. Это означает, что у граждан есть определенные права. Они могут голосовать и владеть имуществом. Но то, о чем говорит Берни, не существует. А как насчет человека по имени Билл Эйрс? Каково его место? Хорошо. Давай вспомним конец 60-х и начало 70-х, когда были демонстрации, бунты, взрывы полицейских участков и все такое. Тогда сжигание флага стало нормой. Люди плевали на солдат, когда они возвращались из Вьетнама. Билл Эйрс работал в подполье. Он был одним из самых успешных радикальных марксистов. Но социалисты и коммунисты не исчезли. Что он сделал? Он закончил университет и стал профессором в Колумбийском университете. Он учит наших студентов, как быть марксистами. Он также один из советников Антифы. Он учит их бороться, поднимать бунты и все в таком духе. Вы понимаете? Он говорил о том, сколько человек должно умереть, чтобы нанести свое послание. Напомни нам об этом. Да, он сказал об этом информатору ФБР. Он единственный, кому удалось внедриться в это подполье. Билл Эйрс был там. Он сказал, что по его подсчетам, для того, чтобы взять Америку под контроль марксистской революции, понадобится убить 25 миллионов американцев. Дженнифер, я слышу много новых терминов, и мне даже самому трудно отличить марксизм от коммунизма, а коммунизм, в свою очередь, отличить от социализма. Они как-то связаны? В чем между ними основная разница? По правде говоря, они связаны. Это разные термины для описания одной вещи. Сам Карл Маркс говорил, что социализм – это шаг на пути к коммунизму. Коммунизм и марксизм – это, по сути, одно и то же, одинаковые понятия. Почему все выглядит так, что во всем мире лидерами социализма являются молодые люди? Молодые люди идеалистичны, они хотят принести утопию в этот мир. Но что происходит с ними на подсознательном уровне? Почему, пройдя через нашу систему образования, они, несмотря ни на что, становятся социалистами? Почему это происходит? Во-первых, происходит сознательное промывание мозгов в наших школах. Если посмотреть на учебники, по которым учатся учителя, то они насаждают социалистический конструктивистский план учебы. То есть промывание мозгов распланировано. Они учат наших детей утопическим философским мечтам, которые приписывают социализму и коммунизму. Я смотрю на социализм и коммунизм как на одну сущность, на одно целое. Они не учат их явной реальности. Они не учат их тому, что это никогда не работало. Они не рассказывают им о тех ужасах, которые происходят в коммунистических странах. У нас побежит мороз по коже. Если мы задумаемся над теми вещами, что происходили в 20-м и даже 21-м веке. Ты говоришь, что есть очень много фактов. Но эти факты берутся от предубеждений. И при этом они игнорируют исторические факты. Тем не менее, некоторые молодые люди говорят так. «Дженнифер, это работает в Швеции, это работает в Норвегии» и так далее. Хорошо, мы должны объяснить, что происходит на севере у скандинавов. Это уникальная ситуация. Основание экономики этих стран в основном капиталистическое. Но у них очень высокие налоги. Плохой момент всего этого кроется в том, что они уничтожают инициативу в людях, потому что у них нет реального способа вырваться вперед, стать лучше, когда мы говорим о принципе вертикальной мобильности. Что я имею в виду? Если ты приезжаешь, будучи бедным иммигрантом, ты можешь усердно трудиться, обучаться, подняться и стать частью среднего класса. Есть два пути, которые используют для популяризации социализма. В случае Северной Кореи во времена войны ее поддерживал СССР, а Южную Корею поддерживали американцы. Северная Корея окунулась в коммунизм. У них был Ким Ир Сен. Они учили людей поклоняться ему. Социализм и коммунизм — это не просто экономическая философия, это религия. У них есть статуи Маркса и Ленина, которым поклоняются. Они поклоняются Ким Ир Сену. Они сделали себе богов. Попробуйте убедить меня, что это плод так называемой благочестивой философии. Сделать человека, сделать лидера и даже диктатора, вдумайтесь, сделать его своим богом. Хорошо ли это? Расскажи нам о тех обещаниях, на которые смотрят эти молодые люди, не осознавая угрозы. Им говорят, что эта система даст им бесплатное здравоохранение, покроет их студенческие долги, но им не говорят об ее ужасах и проблемах. Они слышат о так называемой социальной справедливости. Безусловно, к ней все стремятся. Но это ложь. Звучит-то хорошо. Это хорошо звучит. Да. Исследователи пытаются понять, что им говорить, что их интересует, почему в контексте социализма мы слышим так много о социальных вопросах. Вы не говорите об экономике. Вы говорите о переменах климата, правах на аборты и прочее. Они говорят, что вопрос социальных проблем является начальным наркотиком, который привлечет людей, чтобы потом превратить их в настоящих социалистов и коммунистов. Много лет назад я написал книгу свидетельств, которая называется «Что-то в обмен на ничего». Я хочу сказать вам кое-что. За все нужно платить. Доктор Кларк, вы рассказали о чудесных, утопических обещаниях социализма. Но что он делает на самом деле? На самом деле он приносит лишь полную эксплуатацию населения, как в Китае, правительственные контроли над промышленностью, как в Китае и России, отсутствие инициативы работать, как в Китае и Греции, например. Если сатана социалист, то был ли Бог изначальным автором американской мечты? Мы скоро к вам вернемся, и вы все узнаете. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Дженнифер, а что же такое американская мечта, и вообще откуда она появилась? Американская мечта появилась от Бога, Создателя нашей свободы. Она находится в Библии. На самом деле, наши отцы-основатели, а точнее, Томас Джефферсон, заявил об этом в Декларации о независимости. Бог дал нам право на жизнь, свободу и поиски счастья. А поиски счастья подразумевают, что наши личные свободы могут исполниться в Божьей схеме вещей. И только так. Они почти поместили там право собственности. У нас есть право на то, что мы производим своим трудом. Касается ли это кого-то, кроме Америки в Божьем сердце? Конечно. Это касается не только Америки, потому что это мечта всех людей. Жизнь, процветание, мир, свобода. Он не создал нас, чтобы мы были рабами. Он не создал, чтобы мы жили в нищете. Он заложил искру божественного творчества в дух каждого человека. Доктор Кларк, давайте вернемся к Первой Церкви. Я помню, что в книге «Деяний святых апостолов» сказано, что люди, у которых были большие дома, продавали их и делились с теми, у кого не было ничего. Все было хорошо. Это похоже на социализм и на коммунизм. Я хочу объяснить, что происходило там на самом деле. В день Пятидесятницы в Иерусалиме было множество посетителей, иностранцев, которые пришли на праздник. Праздник Пятидесятницы говорит нам о том, что эти еще не ушли. Петр проповедовал, и три тысячи человек добавились к церкви. Сколько из них было иностранцев, давайте подумаем. Они пришли на короткое время. У них не было работы, дома, денег. У них были деньги лишь на короткое время праздников. Они оказались в уникальной ситуации, которая не повторялась после этого. Мы знаем, что церковь росла и росла. Еврейские верующие в Мессию приглашали людей, чтобы они оставались у них дома, чтобы заново начать свою жизнь. Церковь была в Иерусалиме всего восемь лет. Вы можете себе это представить? Всего лишь восемь лет. И это происходило? Это длилось лишь короткий промежуток времени. Да. Они не отдавали свои деньги и свое имущество правительству. Они складывали их у ног апостолов. Но когда в церковь начали приходить язычники, а Павел и Варнава стали миссионерами, то, как говорит Павел, если не работаешь, то и не ешь. Это другая ситуация. Хорошо. В своей книге ты проводишь сравнение между капитализмом и коммунизмом. Так в чем же оно? Это было сверхъестественное откровение от Бога. Мое время касается молодежи, которую обманывают. Молодежь Америки, которую хотят направить на путь сатаны, а не на путь Божий. И Господь сказал мне, «Испытай». «Испытай». Это было откровение. Он сказал, «Я хочу, чтобы ты проверила этой историей, источником, откуда это пришло. Проверь все это по Слову Божьему и словам Иисуса. Я хочу, чтобы ты испытала плод, а также испытала жизнью и смертью». Испытание – это сравнение между тем, что делает капитализм, откуда он приходит, и что делает социализм и коммунизм, и откуда они приходят. Это изменило очень много молодых людей. Я не знаю ни одного молодого человека, который, прочитав эту книгу, не стал бы на сторону Бога. Расскажи нам о том официанте. Да. Выдающийся студент хотел поспорить со мной о социализме. У меня была ранняя версия книги, и я нашла место, где ее смогли распечатать. Я сказала так, «Я не хочу спорить. Прочитай эту книгу, а потом мы встретимся в ресторане и поговорим». До этого он вел себя надменно, но когда мы увидели его в следующий раз, он сказал, «Я не могу с этим поспорить». Он изменился, он вел себя скромно, он стал совершенно другим человеком. И это было удивительно. Такие перемены. Я верю, что это был пример от Бога для меня на самом деле. Мы услышали много чего, но это все меркнет с тем, что вы можете прочитать. Вы поймете, что такое коммунизм и социализм, но еще важнее то, что вы сами должны научиться слышать Бога. И первый шаг к этому, это когда к вашему духу прикасается любовь Божия. Вы можете лично пережить встречу с Богом. Поэтому я прошу вас повторить вслед за мной эту простую молитву. Пожалуйста, делайте это от всего сердца, искренне, и тогда Бог обязательно встретится с вами. Повторяйте за мной вслух. Бог, дорогой Бог, я грешник. Против тебя и только тебя я согрешил. Я сожалею. Я верю, что кровь Иисуса это мой финальный день искупления. Я чист. И теперь, когда я чист, Иисус, приди в мое сердце. Возьми мою жизнь. Я делаю тебя Господом своей жизни. Аминь. Дженнифер, ты сказала, что нас смотрят люди, которые начнут писать. Не просто писать, а станут авторами многих произведений. Есть люди, которые станут спикерами, коммуникаторами. Я имею в виду людей, которым сложно сложить вообще-то два слова вместе. С тобою случилось нечто сверхъестественное. Ты не могла даже представить себе, что станешь спикером или напишешь дюжину книг. Я верю, что ты можешь помолиться за людей, которые хотят быть спикерами, даже если они никогда и не делали этого ранее. Хорошо. Господи, ты хочешь достичь мир, достичь это молодое поколение. Я молюсь за тех, кто смотрит нас. Господи, надели их даром спикера, автора. Дай им этот сверхъестественный дар от Бога. Господи, дай им божественное уведомление о том, что они должны делать. Господь, я передаю этот дар голодным людям. Бог будет использовать вас, чтобы писать книги. Я вижу, как Бог дает молодой блондинке с кучерявыми волосами ручку в руки. Это божественный дар написания. Я вижу молодого человека индийской внешности, который живет в Америке. Я вижу, что Бог будет использовать вас, как спикера и продюсера фильмов, которые будут достигать этот мир. Многих из вас Господь поведет на обучение, чтобы вы лучше общались. Господь пошлет деньги на это. Наш Господь достигнет мир. Нас ждет пробуждение. Бог будет использовать вас. Вы знаете, что Бог касается вас сейчас. Я высвобождаю это. Высвобождаю прямо сейчас. Высвобождаю это на вас. Я передаю тот дар, что Господь дал мне. И я передаю его вам во имя Иисуса. Будьте благословенны. Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте, я Бренда Кунеман. Бог сказал мне, что это декада перемен. Декада, в которой Бог подготовит своих детей к благословениям и празднованию. Настало время принять новые уровни Его благословений. Это ваше время. Присоединяйтесь ко мне в следующем выпуске передачи «Это сверхъестественно». Вы готовы? Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к нему, он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. Всего за последние 20 лет мы обнаружили более тысячи планет за пределами нашей Солнечной системы. В пределах одного только Млечного пути есть сотни миллиардов звезд, а в обозримой Вселенной можно насчитать порядка сотни миллиардов галактик. Звезд в космосе больше, чем песчинок на всех вместе взятых побережьях Земли. Каждую секунду появляется еще около 48 новых звезд, а в мозге человека насчитывается порядка 86 миллиардов нейронов. Если вы соедините все ячейки ДНК в вашем теле в одну цепочку, ее длина составит около 55 миллиардов километров. Это расстояние сопоставимо с расстоянием до Плутона и обратно, помноженным на 6. А если составить цепочку из клеток крови обычного человека, то ее длина составит порядка 100 тысяч километров. Столько километров вы пройдете, если обойдете Землю два с половиной раза. Скорость, с которой нейронные импульсы идут от мозга, составляя 400 километров в час. Такую скорость не развивают даже гоночные автомобили. Если бы мозг был компьютером, он бы выполнял 48 тысяч триллионов операций в секунду. Сейчас самые современные суперкомпьютеры имеют показатели, равные 0,002% от этой скорости. Мы хотим предложить вам одну хорошую книгу, которая поможет вам ответить на многие вопросы.